Он был обречен погибнуть от голода и истощения, пострадав от того, кто, наверное, называет себя человеком. Собака с выколотыми глазами в районе Востока привлекла внимание волонтеров, которые и отправили информацию в группу зоозащитников. Раненую собаку подобрали и отвезли в ветзооцентр. Состояние животного удручающее, травме несколько дней, от глазных яблок ничего не осталось, из ран сочилась кровь. Общее состояние в целом близко к критическому животному, очень истощенным попало к нам. То есть даже сейчас можно обратить внимание, что это кожа до кости, очень худенький. Но при этом, как видите, аппетит хороший, ест он очень хорошо. Пока никуда не спотыкается, не ударяется. Идет, в принципе, аккуратненько, перед собой все пронюхивает, постепенно, медленно. Клеточку ему открываешь, из клетки не выходит. Что ему предстоит? Ему предстоит длинный курс реабилитации, в первую очередь направленный на подавление инородной микрофлоры, которая сильное обсеменение уже вызвало данных ран. И потом, скорее всего, у него еще будет одна или две пластических операции по ушиванию нижнего века. Вчера мы это сразу возможности сделать не имели, потому что это все гниет. Это все сильно воспаленное. Пока не до этого. Возможно, да, потом пластику нижнего века ему делать придется. Ну, так, пес в целом достаточно покладистый, людям доверяет. Питомцу зачистили и обработали раны. После чего поставили несколько уколов, чтобы поддержать истощенный организм. По словам ветеринаров, собаке нужна операция. Если бы волонтеры обнаружили ее на день или два раньше, то вероятность спасти один глаз была бы больше. В основном раны не колотые, а именно резанные. То есть это был нож. Притом, почему нам, вероятно, удастся сохранить одно глазное яблоко? Потому что один глаз, видимо, все-таки выкололи, а второй пытались выковырять. И им это не удалось. И глазное яблоко в целом внутри осталось целое. Но нижнее веко все очень сильно поврежденное. За счет того, что травмя уже несколько дней, сильная отечность нижнего века образовалась. Из-за этого мы глазное яблоко это здоровое внутри не видели. Когда мы его только в наркоз уже загрузили, нам удалось видеть то, что одно глазное яблоко частично все-таки целое внутри. Вот, соответственно, его сейчас спасти и пытаются. Смотреть на животное без слез невозможно. Жестокость людей не знает границ. Кто и за что так зверски поиздевался над собакой, неизвестно. Но, несмотря на потерянное зрение, он твердо стоит на лапах и даже пытается ходить. Зоозащитники за стойкость духа и неиссякаемую любовь к людям назвали его Хатико. Хатико, поздравливай. Мы в тебя верим. Сегодня у собаки стабильно тяжелое состояние. Ему предстоит операция и долгое восстановление. Хочется верить, что волевая собака, которая перенесла такие издевательства, мужественно выдержит операции и в скором времени найдет своего хозяина. В социальных сетях эта заметка вызвала бурю эмоций. Как негодование, возмущение. Люди спрашивали, чем помочь. То есть перечисляли деньги, звонили, писали трогательные смс. И сегодня я выполнила просьбу Марины, которая перечислила деньги, извиняюсь, со словами. Чтобы муть ему на ушко, чтобы он выздоравливал. И мы надеемся, что он будет жить дальше. Тем, кто сотворил подобное с беззащитным животным, невозможно найти оправдание. Человек, который без зазрения совести смог выколоть глаза собаки, может повторить свой поступок. И на этот раз вместо бездомного питомца может оказаться человек. Психологи говорят, что эти люди, которые не любят животных, не могут принять их искренность, непосредственность и безусловную любовь. Потому что их самих никогда не любили. Когда вообще родители мало интересуются ребенком. Формально. Базовые потребности удовлетворяются. Покушал. В лучшем случае, что получил, и на этом все заканчивается. То есть эмоциональная функция не решается в семье, не выполняется. Естественно, ребенок ее получает какими-то искусственными способами. Это, конечно, интернет, телефоны сейчас, ноутбуки и так далее. Вся вот эта вот аппаратура, которая дает искусственные какие-то знания, какой-то, возможно, потом опыт после знаний. Естественно, как факторы риска, и в том числе жестокое обращение. Бродячих животных в Кызеле немало. И, как правило, все они когда-то имели дом. Одни неравнодушные люди их выбросили на улицу, другие сорвали злость на беззащитном существе. История с хатика – не единичный случай. Сколько таких бездомных собак и кошек на улицах нашего города? Тысячи. Только вдумайтесь в эту цифру. Это наша общая проблема, на которой многие привыкли закрывать глаза и проходить мимо. А вось кто-нибудь да поможет. Вот только статистика говорит об обратном. Более 90% таких животных умирают, так и не дождавшись своих спасителей.